Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это проект не только о моде, это проект о настоящих отношениях, победе и, конечно, о красоте. Именно поэтому на ваших глазах рождается новая мода, рождается новая звезда. Это проект-платформа «Битва дизайнеров» и мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Рад вас снова видеть здесь, в нашей мастерской. Вас все меньше и меньше становится. В этот раз вы продолжаете тему красной дорожки, но вы будете шить для парней, для наших джентльменов. Поэтому напоминаю, что только 6 часов, технологию вы должны соблюдать. Удачи! Третья неделя проекта. Это значит, на одного конкурента меньше. И работа над новым заданием – философия. Одежда всегда имела глубокую философию и отражала внутренний мир своего носителя. О чем же хотят рассказать наши дизайнеры? Свою же философию наши творцы создавали в творческой атмосфере Национальной Академии Художеств. Здравствуйте, дизайнеры! Здравствуйте! Я пришел. Это значит, что у вас время вышло. И вы должны остановиться на всех тех этапах, до которых дошли. И увидимся на показе. Удачи! Дизайнеры, приветствую вас! На этой неделе вам надо было создать образ в рамках темы философии. Все мы знаем, что каждая одежда, каждая деталь несет в себе философию. Если вернуться в прошлое к иргызского народа, то головной убор или чек. Это целая философия, целая глубокая мысль. В тех же своих образах вы должны были это донести и показать. Сегодня состав жюри, который будет решать вашу судьбу. Зара Камбарова, модельер, дизайнер, обладатель гран-при конкурса Fashion Week Кыргызстан 2014, обладатель первого места в конкурсе Fashion Week Кыргызстан 2015, обладатель гран-при Fashion Industry 2015, обладатель третьего места московского модного конкурса Exercise и со-основатель бренда Leda, женской одежды. Султанова Айчурек Мариповна, член Союза художников Кыргызской Республики, доцент, заведующий кафедрой дизайн-костюма Национальной Академии Художств Кыргызской Республики, художник-модельер. Токтусунова Гульчахрая Скендеровна, искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, доцент Академии Художств Кыргызской Республики. Алим Серебров, стилист. И наш специальный гость Чолпант Алиббек, певица, телеведущая. Всем добрый вечер. Сегодня дизайнеры будут нуждаться в ваших тонких комментариях. Желаем вам удачи и желаем справедливого решения. Ну что, начнем наш показ? Дизайнер Айбек. Костюм детства. Вдохновленный детством. Раньше, когда дети целый день играли на улице, их невозможно было загнать домой. Когда рисовали на дороге мелами и заходили домой чумазыми и грязными. Дизайнер Улан. Образ данного дизайнера. Поговори со мной. Что подчеркивает нынешнее культурно-политическое состояние нашей страны, где никто друг друга не слушает, делая по-своему. Страна пытается кому-то что-то рассказать, но никто не хочет слушать. Дизайнер Дин. Выполненный образ в стиле рок. Рыцарь поколения Z. Описывает нынешнее поколение и частичку дизайнера. Дизайнер Макс. Данный образ – это депрессия воина, который воюет с самим собой внутри. У каждого своя война, созданная из-за тяжелой суеты жизни, композиции тяжести, дерзкости и мощности. Тканью камуфляж обозначил воина или же военного. Кожезаменитель он использовал как ремешки. От цепи он имел в виду, что человек не может выбраться, не может найти выход, жить свободно и впал в глубокую депрессию. Дизайнер Сеиль. В данном образе, если раньше были резкие отличия между мужским и женским костюмом, то в современном мире та отличительная скрытая грань стирается. Дизайнер Айгирим. Вдохновением послужили человеческие страхи, обиды, груз и тяжесть на его плечах. Эта тема касается каждого. Дизайнер попытался показать, что каждый человек немного одинок внутри. Образ называется «Не трогайте меня». «Не трогайте меня». Приглашаем первого дизайнера Айбека и его модель. Айбек, сколько времени ты потратил? Все ли успел и осуществил ли свою мысль? Мой образ называется «Детство». Образ смогли донести, но, думаю, если было времени больше, можно было бы лучше. Мой образ называется «Детство». Я хотел показать то детство, которое было у нас, когда мы игрались. У нас невозможно было завезти домой. Сейчас дети, мы не видим, что дети выгнают на улицу. Они не играют, они сидят в телефонах, в соцсетях. Если даже выходят на улицу, то сидят в интернете, играют. Мир новых технологий, мир гаджетов. Вот мы хотели показать им то, что у нас было такое детство, такое яркое, насыщенное. Чего у них нет. Чего у них нет. Что скажем? Давайте к мнению жюри. Чалпон. Мне понравился и образ, и цветовое решение. Мне кажется, очень свежо, красиво, креативно. Донес ли он свою мысль, как вы думаете? Я думаю, в принципе, да. Да? Зара, что скажете? В принципе, образ мне очень понравился, но есть такие моменты, что ты, Айбек, взял прям в лоб. Да. Допустим, вот надпись на футболке. Ты должен выражать это не надписями, а какими-то элементами. Вот хорошо выразил рисунками. Очень круто смотрятся классики, да, как принт. Ну вот надписи в лоб, мне кажется, этого не нужно было делать. Айчирек, Мария, по-моему, да? Ну, я буду немножко судить, как более профессионально, да, скажем так. Немножко вот сочетание белого с этим охлестным горчичным цветом, да, надо было вот белый цвет поменять, потому что немножко ассоциации идут с врачебными какими-то делами. Надо было, наоборот, на каком-то ярком, желтом цвете. Я хотел на сером сделать, чтобы выразить, что это как асфальт. А почему не удалось? Да, просто небо времени на поиск материала, но образ должен был быть серым. Асфальт, да? Ну, серое детство немножко тоже, в философии немножко этот раз разведет. Поэтому надо было подумать, да, вот насчет белого цвета. Потом пропорции. Вот эту желтую, желтую майку и шорт, они одинаковы по пропорции. А именно в моделировании вот такой пропорции не должно быть. Или желтого больше, белого меньше. Или наоборот. Пока так. Учихрая Скиндеровна. Я очень одобряю ваш выбор. Детство, и вы сами еще, ребенок, и вот такой зрелый подход к своей задаче, понимаете? И вот первое впечатление, оно просто меня вот очень приятно обрадовало. Я, конечно, профессиональные моменты не очень. Детство может быть самым разным. Детство и печальное, и радостное, и счастливое. И пора, удивительная пора, открытие мира. И это вот еще тот начало страницы. Может быть, если коллекция, там, дети поменьше роста, будет красное, зеленое, синие, яркое, разное. И я думаю, что вариаций много, и уже начало положено. Но то, что вы представили, тоже забавно, смешно. И это показательно, я считаю, что плюсы есть безусловные. Удачи вам. Спасибо большое. Можно я добавлю? Можно я добавлю? Да, конечно. Для бонуса, для Айбека. Потому что я точно помню, что мы так рисовали. Солнечный круг, небо вокруг. Вот здесь это попадание сто процентов. Алина Серебров. Айбек, в целом, образ хороший, но надо было еще доработать. Ощущение, как будто вот быстро-быстро, ну, через, как будто не хочу, то сделали. Не, если честно, была нехватка времени, безусловно, они были в рамках. Но я думаю, достойный образ получился. Спасибо тебе большое, Айбек. Приглашаем следующего дизайнера, Улана и его модели. Улан, это очень креативно. Смогли ли вы донести свою мысль сквозь этот образ? Здравствуйте. Здравствуйте. Не просто те, что у нас есть подарки, но у нас есть еще есть подарки. 600 долларов. Я говорю в Кыргызстан. Я говорю в Кыргызстане, что мы делаем на книги. Я думаю, что улана очень круто выразила свою философскую философию. Свой философский образ очень подошел креативно. То, что использовал философскую губцу как украшение, мне это очень понравилось. Ну и сделал как принт, да? Очень получилось так лаконично, так все собрано в целое. В то же время вот хочу сделать акцент на принтовая рубашка, да, внутри у тебя там. Такая разукрашенная в стиле города. Тоже имеет смысл. Как бы много народу, но в то же время плоскогубцы. Очень все собрано, мне очень понравилось. Алим? Молодец. Все сделано. Я нахожу остроумным решение такое подобное. В нем есть нотки агрессии и деликатного отношения к вот этим приборам, которые сделали человеком. То есть труд некий труд и обозначение эти действительно и украшением, и чем-то таким, знаете, каким-то агрессивным прибором. И маска на лице – это очень оригинальное решение. Спасибо. А Чирок Мария Павловна, что скажете? Здесь мне понравилась сама идея, потому что здесь не только философский подтекст, здесь и политический, социальный идет. Сотдолларовые плоскогубцы. И главное, композиционный центр там находится, понимаете? А в целом, чисто как с точки зрения композиции костюма, вот эти там две имитации плоскогубцы силуэтные, их надо было убрать, потому что только вот в середине надо было ставить. Акцентировать. Да, акцент достаточно. И вот эти детали, которые там в области воротника, там они не нужны. Если ты делаешь акцент на плоскогубцы, надо было его и оставить. Очень чисто. Что скажете, Юлпан? В целом, образ интересный, что касается философии, образного решения, но мне не совсем понравилась подборка текстуры, например, рубашка, штаны, да? Мне кажется, сюда можно было брюки немножко другую, цветовой гаммы подобрать, мне не совсем нравится цветовое решение. А так, в целом, философия образа интересная. Улан Чонграхмат. Занимайте свое место, провожаем модель. На суть жюри приглашается следующий дизайнер, Дин и его модель. Дин, получилось очень круто, но такие ниндзя присутствуют. Расскажи про свой образ, смог ли донести свою мысль? Мой образ называется «рыцарь поколения Z». Что такое рыцарь? Рыцарь – тот человек, который защищает государство, людей, права. Но рыцарь мой, именно поколение Z, он защищается сам от общества, от государства или от прав, которые часто не соблюдаются. И в данном образе я также показал частички себя. То, что, ну, вот капюшон, который можно открыть и снять, открывшись перед людьми, перед обществом. Но в то же время, если они не принимают меня или не диктуют мне свои правила, я могу просто закрыться и уйти. Какой-то я такой социопат, эгоистичный рыцарь у тебя получился. Давай. Интроверт, экстраверт. Интроверт, экстраверт. Послушаем жюри. Чоу, пони, что скажете? Мне впечатлил образ. Интересно и решение с капюшоном, что закрывается от общества, открывается. Мне нравится. Это все в вашем стиле, заклепки. У вас тоже был такой образ. Очередка Мария Павловна, что скажете? В принципе, мне понятно то, что он сказал, его философия, что он хотел показать. Чисто в композиционном отношении, если ты берешь какие-то диагональные линии, надо было это учесть даже в брюках, потому что там у тебя горизонталь, там идет диагональ. Это назвать сапочинение линий. Так, в принципе, интроверт, экстраверт. Есть такой… Интроверт больше. Да, больше интроверт. Есть вопрос, соответствует ли живой образ нарисованным эскизам? Соответствует. Соответствует, да? Пропорции соответствуют. Бульчахрая Скиндеровна, что скажете? Я скорее склоняюсь к тому, что автор где-то исполнил свой автопортрет и предстает перед нами вместе со своей моделью рыцарем печального образа, скорее всего. И есть безусловные достоинства в том, что вы сумели найти соответствие к вашему душевному состоянию. И в то же время есть… Образ сам себя отторгает от общества, и общество его тоже будет отторгать. Я думаю, что это, скорее всего, ну как театральная, понимаете, сценка, где нужно обогатить образ вот той темы, вами задуманной. Я считаю так. Конечно же, в реальной жизни вы человек весьма такой веселый. Действительный ли образ – это мысль, которая живет внутри вас? Да. Совпадает ли это с дистанцией? Этот образ бы я сам надел, сам бы носил. Я тут описал свои любимые цвета, добавил те детали, те, которые я хотел. Даже, ну, вот, дырки, они тоже что-то значат. Зара? Мне образ понравился очень. Мне кажется, твоя философия образа привела тебя к каким-то новшествам в моде, да? Да. Например, ты создал такую очень креативную курточку, которую я бы одела, например. Я бы тоже одела. Да, очень стильно. Приятно. Алим? Дин, ты сам такой яркий, эффектный мальчик, да? Но здесь очень темно, закрыто. Это моя душа. Да? Это цвет настроения. Да. Он не синий. Очень хороший образ. Молодец. Дин, спасибо. Жюри подметило, что это новшество в мире моды. Желаем тебе удачи. Присаживайся. Провожаем модель. Приглашается следующий дизайнер – Сеиль и ее модель. Сеиль, немного об образе. Все ли удалось осуществить? Здравствуйте. Здравствуйте. Моя философия была в том, что если раньше между мужским и женским костюмом была какая-то вот черта отличительная, то сейчас в современном мире у нас как-то вот грань, которая скрыта, пропадает между мужским и женским костюмом. И появляется новый стиль под названием «Юнисекс» получается. И то, что еще я бы хотела рассказать, ну вот сейчас, например, сильный пол, они наоборот нуждаются в утешении. А я бы хотела, чтобы это было наоборот, чтобы они утешали нас. Все верно. Вы подметили, на самом деле, действительно, девушки частенько носят мужские вещи в стиле костюмов, штанов, мужских рубашек. Это нередко знаю, чем он сам. Да, особенно вот сейчас. Да, давайте мнением. Что скажете? Я немножечко в замешательстве. Честно говоря, видимо, у меня еще глаз не привык, что такие рюшки можно одеть на парня. Поэтому я пока вот не поняла. Я хотела сказать, ну получается вот тут у меня имитация костюма идут. И в то же время блузка, она не… вот сеточка добавляет нежности и воздушности. Получается, и в то же время и есть, как бы сказать… Брутальность? Имитация брутальности, я хотела сказать. Да, да, да. И в то же время чувствуется нежность. Он в душе. Ну все парни сейчас, они немножко ранимые у нас. Это образ нынешнего мужчины, да? С нотками нежности. Брутальность они прячут под нежностью. Здесь можно по-разному. Просто у меня вот времени очень мало было, просто я не успела. Но мысль так, да? Да. Но мысль интересная. Немножко, да. Интересная мысль. Зара, что скажете? Честно говоря, я тоже, как челпон, немножко не поняла ваш образ. Но, в принципе, мне нравится, что вы там показали мужской жакет, попытались показать. Но мне еще чуть-чуть непонятна цветовая гамма. Что выражает красный цвет в вашем образе? Это страсть. Страсть. Страсть мужчине? Нет. Это, ну получается, у меня тут образ получается и мужской, и женский. Это женский образ. Это женский образ, но вы одели его на мужчину? Да, да, да. Потому что, да. Потому что они, наоборот, я же говорила, что они нуждаются в утешении. Может быть, вы хотели создать такой наряд, который бы одел и мужчина, и женщина? Да, да, да. Изначально у меня было... Если вы хотели это показать, то это у вас получилось, в принципе. Да, потому что у нас брючки, они ничем не отличаются. Потому что и я могу, и он может. У меня есть такой грань, чтобы это... Ну, какой-то целостности как будто не хватает образа. А Чирюк Мария Павловна? 21 век. Сейчас слияние всех границ, получается, мужского и женского начала. Женщины занимаются мужской работой, мужчины занимаются женской работой. То же самое и меня, да, получается. Ну, здесь сочетание цветовое. Я буду считать, что она взяла классические цвета, красное, черное, белое. Она всегда уместна, всегда имеет место быть. То, что вот немножко верхняя вот эта легкая вещь... Я знаю, что в этом году, вот последние показы видели, да, мужская коллекция, все там на каблуках выходят, женоподобный вариант. Где-то тенденция правильно схвачена, я так считаю. Но она... Не отстойма от моды. Как-то ни функциональной, ни философской нагрузки не несет. Может, это и не нужно было. Надо было от этого отказаться. Но сочетание мне нравится. Я представитель прошедшего времени, явный. Того времени, когда на костюм смотрели практически с точки зрения экономии, демократии, функциональности. Понимаете, поэтому я в некотором замешательстве, честно говоря. И я понимаю, ваши поиски идут по пути того, что через костюм, посредством костюма вы пытаетесь говорить на новом языке, языке формы, языке символа, знака. Вот сочетание цветов, они тоже между собой ведут как бы диалог, некий разговор. Поэтому мне тоже отчасти что-то непонятно, а что-то вызывает вопросы. Спасибо вам и желаю успехов. Алим? Силь, молодец. Но что мне нравится, вот сетка, она очень дешево смотрится, если честно, да. То есть, если на улице это одеть, то это можно. То есть, а вот вверх, потому что ситочка, она очень дешево смотрится. Как будто надо было доработать еще. Тиль, спасибо большое. Это твой шедевр, и он имеет место быть. Провожаем модель. Приглашаем следующего дизайнера Макса и его модель. Какой-то образ Тарзан у вас получился. Расскажите о нем поподробнее. Моя философия заключается в депрессии. Депрессия и война. Получается, война это не миром война идет, получается, самим человеком, который внутри его травится. И я сюда включил тяжести, такие тяжелые моменты. Именно с кожей я вот так вот работал, получается. И если было бы еще побольше времени, я бы поплатил ту, которую я сам хотел уже. Она у меня чуть тяжеловатая была, потому что обработок много было. И вот цепя это означает то, что человек не может выбраться к какой-то, у него прям такая вот сильная депрессия в голове происходит. Вот такая вот. И вот. А Чирок Мариповна, что скажете? Показал ли он эту депрессию в своем образе? Показал. Мне прям этот, на ум пришла эта песня, скованный одной цепью. Что-то там этот. Наутильную помпилию спел. Ну, вроде бы попадание в образ, но здесь образное решение костюма где-то выдержано. Но совершенно о композиции костюма я не буду говорить, потому что его как таково и нет. Для того, чтобы создавать костюм, композицию костюма, есть три составляющие вещи. Это называется пропорцией, во-первых. Во-вторых, это акцент должен быть. В-третьих, цветовое сочетание. Ну, цвет-то, в принципе, это защитный, вот этот хаки, этот, как называется, маскировочный. Есть, но главное, на образ, если работаешь. Удалось. Удался образ. А костюм я молчу. Чолпон, что скажете? А можно будет попросить вас повернуться? Я бы хотела разглядеть костюм. Вообще так дерзко, бунтарско немножечко, что сопровождается обычно, чем депрессия. В целом образ мне понятен и плюсик, да, мне нравится. Вот если бы вы создали еще одну группу подобия нон-стопа и взяли бы мальчика, одели бы вы его вот в такой наряд? Я думаю, что мальчик бы не совсем согласился, потому что у нас с этим немножечко сложно, но сама немножечко в другой вариации я бы такое одела, конечно. Такое одели бы, да, отлично. Гульчах Райскендеровна, ваше мнение. А у вас какое образование? Вот как вы подошли к этой теме? Как любитель, как приглашенный там... Макс у нас был лидером самой первой недели, он создавал очень крутые образы, вот. Ответ на вопрос, какое у вас образование? То есть чем вы занимаетесь? Ну, вы на дизайнера учитесь? Я дизайнер. Вы дизайнер, да? У меня свой стиль есть, я люблю сексуальность подчеркивать в людях, и побольше такого рока, я скажу. Тяжелый рок у тебя есть. Да, тяжелый рок. Тяжелый, я люблю классический тяжелый рок. Каждый его образ – это просто резонанс. Ну, попадание есть. Депрессии абсолютные, там на все сто депрессий, и лицо выражает, и актер прекрасно себя держит в состоянии таком. Не понравился вам самому, вот, на вас костюм, потому что это тоже симбиоз. Это очень важно. Человек с его характером, как он примеряет на себя этот костюм, отвергаете вы его, или он вам нравится? Мне кажется, когда издеваешь образ, прям туда вживаешься? Или совпадает его безосважное состояние? А как он нам залежит? Или вы просто манекен, который, хорошая вешалка, хорошо его демонстрируете. По-разному бывает. Или вы актер на сцене, и состояние вот это вам от костюма передается. Легче роль играть, если на вас правильно выполнен костюм персонажа того. Ну, вообще, очень острое решение. Алим? Прям депрессия, депрессуха дальше некуда. Это просто финал. Алим, что скажете? Макс, ты каждый раз удивляешь, что очень-очень сексуально, очень эффектно, так скажем, рискованно. Парни, если на улице выйдет, такие... Жара. Да, ну, молодец, что-то новое, мода, то, что ты хочешь показать, действительно, сейчас она становится тренд, бренд, молодец, я поддерживаю. В милитаре всегда нотки дерзости, присутствуют. Агрессивно-сексуальные. Да, но если говорить о том, что на выход на улицу, мне кажется, немножко много голых ног. Нет, мне кажется, это было сценические костюмы. Это немножечко опасно. Сценические костюмы. Да, в общем, что скажете вы? Немного, всего две ноги. Макс, мне кажется, ты попал в 100% цвет, фактура, вот аксессуары, цепи, даже обувь, очень подходят под философию образа, мне очень нравится. Вот твой образ, понимаешь, он из всех образов удивил, на него хочется смотреть. Ну, насчет одеть, не знаю, может быть, для сцены, да. Макс, спасибо тебе большое за такой дерзкий образ. Надеюсь, следующий образ будет очень далек от депрессии. Провожаем твою модель. Приглашается последний дизайнер, лидер прошлой недели, Айгерим, ее модель. Айгерим, расскажите про ваш образ, смогли ли вы донести свою мысль? Человек, он развивается, добивается нанотехнологии, и эти же нанотехнологии, они же влияют на самого человека. И у меня образ такой вот, у человека появляется так, что вот у человека появляется страх. Он не открывается, он по себе закрывается, он каждый сам по себе одинок. И вот этот вот груз у него вот на плечах. Это груз, да? Да. В принципе, мысль донесена, получилось ли, Ульчахра Айскиндеровна. Правильно понят персонаж. Он закрывается, он выпадает из той среды, где его не приняли, где он чужак. И вот то, как вы нашли вот этот образ, и ваши слезы, они говорят о том, что как вы сочувствуете, и как вы понимаете его проблему. И посредством костюма нелепого, беспомощного, вот так выражать. Вы знаете, вот такое чувствует человек, маленький человек, с которым несправедливо обращаются, который обижен. И вы знаете, вот это есть, узнавание этой роли. Ну, это абсолютно театральная роль, театральное действие. Я не считаю, что там достоинство костюма, который вот удобен, красив, там какие-то гармонии, там пластика, то все. Это найденное обозначение очень правильными символами его роли, в которую он играет в данный момент. Вот, а вы не плачете, потому что вы в самом деле переживаете это состояние. Нет, просто тут каждый как бы описывает себя, вот так как у нас тема философии, а каждый говорит о себе. Я вас понимаю, я когда слушаю детей, как они поют, как они там, у меня тоже слезы появляются, потому что это очень трогает. И то, что вы сочувствуете, это нормальная ситуация совершенно. Очерёк Мария Павловна. Хочу немножко вас смешить. Тут вот эта тема называется «Не трогайте меня», а мне показалось, вот негруз, как будто на подушках Киро за Соня спит. Ужас. И вот этот негруз сзади, а как будто подушка. Он вышел за Соня там этот, называется «Не отходя от кассы». И рукава вот напоминается, да, пиро? Ну, у каждого свои глаза, мы своими глазами рисуем. Я не поняла бы, я не поняла бы, я подумала, что за Соня там «Не трогайте меня, я спать хочу». Да, «Не трогайте спать». Да, да, проблема. Проблема для молодёжи. Мне немножко другого прочтения было, понимаете? А не груз, вот, прожитых нет, за спиной нет. Ну, святое сочетание красивое. Алим, что скажете? Айгирим, в этот раз мне не понравился ваш образ. Действительно, в прошлый раз вы делали что-то новое, это вот все было, что показать. В этот раз ощущение, как будто все повторяется, да, этот образ. Еще здесь длинные рукава, то есть не очень мне нравится. Зараз, что скажете? Алим, знаешь, вот, я первый раз пришла в качестве жюри на ваш проект. И в каждом костюме я увидела самого участника, какой-то их характер, что они хотят выразить. Я тоже не поняла, что ты хотела выразить. Ощущение груза, ощущение одиночества, борьба с миром, лицом к лицу. Этот образ выражает, наверное, именно эти эмоции. Не удалось показать. Мне кажется, не удалось. Мне кажется, вот у тебя тема, да, не трогайте меня. У меня ощущение, не бейте меня. Смотря, где в интернете работали на момент, то здесь, когда видишь, облики выходят, либо модель у тебя был другой, да? Нет, это я просто первый раз сшила мужские вещи. Это у меня, для меня это впервые общество. Челпот. Мне очень нравится вот подход того, что вот не трогайте меня, когда человек не хочет, чтобы его вообще замечали, да? То есть цветовое решение тоже такое серое, неброское. Я стараюсь не выделиться, да, чтобы на меня не обратили внимания. Насчет вот груза, не совсем сразу вот попадание, потому что не понимаешь. Я вначале думала, если не трогайте меня, что это будет что-то колючее, какие-то колючки, да, что вот ты закрываешься от мира. А здесь, ну, груз, да, груз, это, конечно, да, но просто здесь именно как образное решение не совсем попадание получилось. А так, как будто вот подушки безопасности или там, если я вдруг упаду, а цветовое решение мне очень нравится. Отлично. А, Гирим, провожаем вас. Спасибо большое. Наверное, удалось вам донести мысль. Желаю вам, ну, точно не одиночества. Будьте всегда с людьми вместе, с людьми за людьми, рядом с людьми. Спасибо. Уважаемые дизайнеры, ваши образы рассмотрены. Прошу покинуть зал. Жюри, надо принять решение. Жюри выслушала идею каждого из участников, и было еще сложнее сделать выбор. Ведь философия у каждого своя, а кто-то должен покинуть проект. Это проект-платформа Ялтная Мельбекова. Жюри вынесла вердикт. Приглашаем дизайнеров. Уважаемые телезрители и дизайнеры, все мы знаем, что на этой неделе, как обычно, один лидер и один аутсайдер. Приглашаем на подиум Айгерим и Адулбека. Ребята, я уже сказала, что один из вас аутсайдер, один из вас лидер. И на этой неделе лидером становится Адулбек. Твой эгоистичный рыцарь Z победил. Какие у тебя эмоции? Все как-то тихо. Нет, мурашки по телу. Это необычно, креативно. Действительно, когда жюри беседовало, они очень много говорили о твоем образе. Я думаю, что эта мотивация творит еще больше, еще круче, еще лучше. Присаживайся. Айгерима, как-то неожиданно. На прошлой неделе ты была лидером. Твой образ был достоин самых высоких похвал. Ты победила. Наверное, глупо задавать, что случилось на этой неделе. Потому что действительно образ был немного слабоват относительно других. Поэтому жюри унесло такой вердикт. Но с уходом Нурбека, с добровольным уходом, мы даем, наверное, тебе еще один шанс. Чтобы ты себя показала. На самом деле, Айгерим такой дизайнер. Когда ты даешь пинок, ты делаешь еще лучше. Я думаю, пусть этот пинок будет тебе прям до конца. Присаживайся, твори, удивляй. И не плачь. Провожаем. Мы собрали самых молодых, амбициозных и талантливых дизайнеров. И зажигаем над ними новую звезду. Это проект-платформа Ялтная Мельбекова. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...